Всем зайти в кабинет, закрыть дверь изнутри, заблажировать дверь и сохранить попросить дверь. Тревогу запустили по просьбе проверяющего из управления образования. В округе в эти дни проходит приемка школ. В таком аспекте, как безопасность детей, много пунктов для проверки. Работоспособность системы оповещения, системы видеонаблюдения, также компетенцию сотрудников частных охранных организаций, работоспособность системы пожаротушения, состояние эвакуационных выходов. Плюс документация на все вышеперечисленная и не только должна быть в наличии. То, как ведутся и заполняются необходимые журналы, тоже проверяется. В 16-й школе к осмотру приготовили несколько комплектов документов на каждый корпус, где менее чем через месяц начнется образовательный процесс. 16-я школа, кстати, одна из самых больших в нашем округе. В этом году полторы тысячи. То есть в этом здании у нас самое большое количество детей – это 700 обучающихся. По Добролюбово 550 обучающихся и на Фрунзе 280. Детский сад мы планируем, что чуть-чуть больше придет в этом году. В том году было 302, сейчас мы планируем 314 детей. После изучения документации и осмотра кабинетов и коридоров комиссия одобрила начало образовательного процесса в этом корпусе в 2024-2025 учебном году. Не надо думать, что мы готовимся к новому учебному году только в летний период. Вообще поддержание в нормативном состоянии всех необходимых систем жизнеобеспечения – это постоянный круглогодичный период. То есть у нас работают обслуживающие компании, которые за этим следят, и постоянно выделяются на это средства. Мы будем следить за процессом подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. В том числе расскажем о ремонтах и обновлениях в школах Соликамска. Антон Старостин, Сергей Сюзев, телекомпания Соль-ТВ.